Подписывайтесь на канал Бас, это спонсор сегодняшнего видео, там вы найдёте весёлые, качественные и информативные обзоры на игры, в которых сочетается серьёзная аналитика и мемы, а также много ярких кастов по популярным классическим РТС, от Red Alert 3 до Company of Heroes 2, ссылка в описании, рекомендую. Всем привет, с вами Эмбро, мы продолжаем нашу кампанию за Германию, продолжаем потому что вы в комментариях всё-таки высказались то, что стоит это сделать, я и не удивлён, потому что здесь всё-таки нужно некоторые моменты добить. Например, это вот поделить оккупации наши, потому что мы захватили сейчас Северную Америку, взяли полностью под оккупацию её, желательно, конечно, сделать, я так понимаю, здесь марионетки, кстати, японская оккупация, почему она не в решениях об оккупации находится, прямо отдельный ивент, но пока что оккупация Канады. Канада поэла и был поднят вопрос о новой администрации Канады, с нацией, которая настолько велика в физическом размере, Министерство освобождения Рейха предлагает три варианта. Первое – это решение двух государств, разделившее Канаду между франкоговорящим Квебеком и англоязычной остальной Канадой, обеспечивающей национализм и лояльность с помощью разделения и правления. Во-вторых, единое государство, объединяющее англо-франкоязычных канадцев в коалиционное коллаборационистское правительство, создавая для Германии регионального союзника, и, наконец, Германия может напрямую оккупировать землю во имя безопасности, но это наверняка вызовет наибольшее сопротивление среди населения Канады. Так, мы можем разделить Канаду на франкоговорящую часть и на англоговорящую. Французы, конечно, обрадуются такому, но англоговорящей явно нет. Можно создать единую Канаду, поставить там коллаборациониста, но на самом деле прикольно было бы всё-таки их поделить. Ступенька из Европы в Северную Америку. Исландия находится в Северной Атлантике, важном тактическом месте для контроля над судоходством и трансатлантическими маршрутами. При обеспечении безопасности Исландии предлагаются два варианта. Во-первых, контроль Исландии непосредственно из Германии, рассматривая его как продолжение Рейха без какой-либо формы местной гражданской администрации. Другой вариант заключается в преобразовании Исландии в протекторат, верный субъект Рейха под той же скандинавско-германской родословной. Нет, здесь лучше, конечно, Исландию нам оккупировать, потому что это вполне будет адекватно. Насчёт Японии, здесь же она выделена в отдельный блок операций, давайте посмотрим, что это такое. Упаньки. Падение родных островов. Когда немцы успешно разгромили британские войска на родных островах, последние остатки британского сопротивления рухнули, когда британское правительство покинуло материк и передало полный контроль местным силам. При этом крупное правительство родных островов сопротивлялось в течение нескольких недель, прежде чем сдаться немцам. Церемония капитуляции проходила в разбомбленном Лондоне, но эти командиры были вынуждены сдаться под именем британского правительства, чтобы имитировать тот факт, что Британия официально капитулировала. Но в действительности британское правительство не отвечало на такие требования капитуляции и откровенно игнорировало немцев, когда те предлагали условный мир. Тем не менее, орудия на британских островах замолчали, по крайней мере пока. Британия наш. Датская оккупация. Пока немецкие солдаты маршируют по улицам Копенгагена, Германия снова оккупировала Данию. В предыдущие годы мы превратили Данию в будущую часть Рейха. И эта неожиданная оккупация является прекрасным предлогом, чтобы немного продвинуть наши планы вперёд. В Рейх, в Данию. Поддержка войны плюс, стабильность тоже и политка. Ну, у нас всё на нулях, она может как-то исправит. О, стабильность 2, всё нормально, гуляем. А теперь оккупация Америки. Когда огромные Соединённые Штаты Америки потерпели поражение и были изнаны с материка, американский вопрос нуждается в ответе. Министры выразили озабоченность по поводу того, что Америка является неконтролируемой нацией, с вооружёнными головорезами за каждым углом улицы, и населением намного большим, чем у Рейха дома. И предположили, что для Рейха было бы разумно облегчить бремя оккупации и передать им относительно свободному автономному партнёру. План освобождения направлен на формирование нового номинально-демократического правительства Соединённых Штатов, который станет одним из немногих почти равноправных партнёров Великого Рейха в его сфере, получив большую автономию в обмен на лояльность и поддержку. Хотя это и не идеально, но это единственное решение американского вопроса. Освободить Америку. Нам даже не дают выбора. Вопрос Северной Ирландии. Британская территория Северной Ирландии оккупирована немецкими войсками. Местная ирландская республиканская армия способствовала оккупации и, в свою очередь, потребовала присоединения региона к Ирландской республике. Офицеры Криксмарины и Люфтваффе призывают к прямой военной оккупации, в то время как политические крылья правительства предполагают, что передача Северной Ирландии и Ирландской республики было бы разумным шагом для получения политической поддержки со стороны Ирландии, что могло бы привести к появлению в Германии нового союзника. Кстати, да, мы можем дать Северную Ирландию вот этой вот Ирландии, и они явно будут хорошо к нам относиться. Но они, конечно, демократы, и всё равно будут очень плохо на нас смотреть, но, тем не менее, у них нет выбора. В таком-то положении им лучше стать нашими союзниками. Ольстер будет под немецким? Нет. Передать республике шесть округов. Вообще-то, есть ещё одно раз. Ах, можем мы ольстерских протестантов создать? Это марионетка. Ну, а зачем нам надо? Давайте лучше Ирландии отдадим. И получим вне карты один военный завод. Это мы получим. Благодаря нашему завоеванию мечта в операции «Морской лев» была осуществлена. Немецкий флаг города развивается над Букингемским дворцом, и Великобритания находится под твёрдым контролем Германии. Для эффективного управления островом было предложено несколько планов. Некоторые элементы рейха считают, что прямая оккупация на данный момент была бы лучшим вариантом, поскольку она позволит Германии извлекать британские ресурсы и внимательно следить за беспорядками. Тем не менее, мы также можем принять решение о реализации планов, оставшихся в силе после операции «Морской лев». Разделить Великобританию на Шотландию, Уэльс и Англию. При этом все новые страны будут прочно связаны с Германией, а часть Англии может находиться под непосредственным немецким контролем. В качестве альтернативы мы можем разрешить формирование нового британского государства, прямого претендента на титул реального правительства Великобритании. Ну, прямое управление это... Ой, стабильность. О, семью, кстати. Терять семерочку как бы не хочется. И будут подняты британские вспомогательные дивизии. Можем разделить Британию на три части, но мы её так часто делим на три части. Мы хоть раз её оставляли целой. Мы её очень часто делим, но на самом деле мне не всегда вот это нравится. Поэтому, может быть, давайте сейчас мы сделаем единое британское правительство и стабильность ещё плюс 10%. И из-за того, что мы создаём единую Британию, она становится легитимной. То есть, если там какое-то правительство есть, которое хочет вернуть Британию, у него уже будет меньше легитимности. Потому что мы как бы... Вот. Вот это Британия настоящая. Реставрационная комиссия Великобритании. Так, ну и, кстати, цвет у неё красный. Эх, бесть мне такое, конечно, что цвета такие. Это комиссариат. Почему ты красного цвета? Ладно, скоро должно это поменяться. Потому что хочется, чтобы здесь было всё серенькое такое. Так, ну смотрите, что у нас там ещё остаётся насчёт Японии. Японская оккупация, я так понимаю, это было просто решение, которое подтверждает факт оккупации Японии. Но нам не дают, например, там возможности как-то разделить её там. Ну вообще посмотрим, может быть ещё решение. Вот. Давление Ирландии. Мы из-за того, что ей отдали Северную Ирландию, мы можем надавить на неё. Хотя, может быть, и без Северной Ирландии мы могли бы на неё давить. На самом деле, да. Но так должно быть проще просто. Ирландия одиноко изолирована, и мы можем легко повлиять на неё. Чтобы воспользоваться этой возможностью, мы можем дипломатически оказать давление на ирландское правительство, чтобы оно присоединилось к нашему альянсу, чтобы получить выгоду. Или мы можем организовать переворот с нашими связями в ирландской политической системе, с некоторой дополнительной поддержкой в кадрах и оборудовании. Давить на ирландцев, организуйте переворот. Наверное, если бы мы не отдали Северную Ирландию, было бы лучше пройти этот момент через переворот. Но из-за того, что мы уже с ними как бы отношения приподняли, лучше надавить. И они такие, блин, они нам как бы услугу сделали, может быть, и как бы лучше будет всё-таки согласиться. Давим. Премия Белфаста. Играя роль миротворца, нацистская Германия в очередной раз решила раздать территории другим европейским странам. На этот раз, следуя примерам, заложенным венскими наградами, эта церемония состоялась в Белфасте, между Германией и Республикой Ирландия. Делегаты с обеих сторон были дружелюбны по отношению друг к другу. И ирландцы высказали большую радость по поводу решения Германии представить Ирландии её долгожданное объединение после подписания различных договоров. И краткого обмена благодарностями церемония завершилась тем, что Германия и Ирландия объявили о новом периоде дружбы, и тем самым ознаменовали окончание Белфастской премии. Наш ирландский союзник это заслужил. Союзник ведь? Союзник? Вступи к нам, пожалуйста, в союз. Что это такое? Ирландия улучшает отношение уже с Гондурасом. После нас сразу к Гондурасу. Всё понятно. А в альянс вступать ты не хочешь к нам? Нафига тебе Гондурас вообще? Я вообще захвачу, на самом-то деле. Вступай. Что? Подожди, моментик. Правительство Ирландии проигнорировало наш ультиматум, не желая выполнять наши требования. Это оскорбление отечества можно рассмотреть как агрессию Ирландии, которую мы можем использовать как закон оправдания вторжения. Ах, короче. Они, походу, просто притворялись то, что мы друзья. Но они пришли на церемонию, такие, ой, вы такие хорошие, нет, вы такие хорошие. А потом свалили, такие, капец. Наконец-то это закончилось. А мы вторгнемся в Ирландию. Да. Но сначала, что я хочу сделать? Во-первых, дождаться, пока, может быть, здесь ещё что-то вылезет. Останавливать ядерную войну я, пожалуй, пока что не буду, потому что Китай. У Китая сейчас дивизии, ну, близко к тысячам. Вопрос возникает вот такой, как вот его можно захватить? Потому что здесь территории Рейхкомиссариата нашего Сибири полностью разрушены. Тогда же, будь они не разрушены, здесь бы не хватило инфраструктуры и снабжения, чтобы содержать наши войска, потому что они все механизированы в итоге. Это танки. Можно, конечно, делать высказки с Японией. Этот вариант нужно, скорее всего, сочетать будет ещё с каким-то. Потому что здесь дивок у них много, можем просто не пробить по берегу. Двигать придётся фронт, всё-таки, таким вот образом. Поэтому, что я предлагаю? У нас же там была возможность присоединить Сибирь, помните, в прошлой серии? Я её всё-таки к себе присоединю. То же самое сделал с Туркестаном, вообще нужно из Франции тоже это сделать. И Ирландию. Наверное, всё-таки её тоже. И, может, какие-нибудь вот эти вот земли. Ирландия, допустим, Венгрия, всё-таки стоит к нам присоединить. Потихонечку мы давайте будем брать контроль над нашими Рейхкомиссариатами. Мы их создавали, потому что напрямую управлять неэффективно. На самом деле, как оказалось, кое-где лучше управляли напрямую. Ну, это механика игры такая. На самом деле, в реальности, Рейхкомиссариаты, колонии нужны, чтобы облегчить управление. В нашем же случае, мы можем взять это уже всё на себя. Потихонечку, правда, не резко. А, вот, формирование Квебека. После охоты за подходящим правительством квебекские националисты связались со властями Германии, согласившись оказать Германии необходимую поддержку. Вскоре после соглашения, Квебека объявил себя нацией, частью великого германского рейха и всех его лояльных подданных. Ам, он появляется, да? О, да, наконец-то, он есть. Массовые беспорядки и даже мятежи были зарегистрированы по всей Америке, в то время как формирование автономного правительства прогрессирует. Сопротивление американского народа препятствует перестройке нации. И единственным решением является массовый арест и возможное прекращение основных известных и подозреваемых лидеров диссидентов по всей стране. А, ну не резко. Мы когда сделали свои выборы, правительство же ещё создаётся. Я просто привык, что в этих вот мелких странах тут как бы оп и создал. А тут нужно сначала найти лидера там, назначить правительство туда-сюда. Ну да, тут как бы хорошо. Так, Хорватия присоединилась здесь же ещё. Вот, давайте Сибирь сразу себе возьмём. Квебек. Я могу понизить уровень автономии. Ну, смысл, сейчас он очки накопит, повысит. Но теперь Сибирь наконец-то у нас. И начинается адская рубилова здесь с сопротивлением. Наверное, ядерные реакторы нам уже в таком количестве не нужны. Потому что, смотрите, здесь же нету в этом моде неприжирных фокусов. По крайней мере, у меня, не знаю, может быть, у стандартных тут есть? Нет. Непрерывных фокусов просто нету. Поэтому я не могу это выбрать подавление сопротивления. Не могу выбрать ремонт построек. Поэтому всё делать нужно вручную. Ох, по ресурсам жесть, конечно, нарисовывается. Как обычно. Ну, этот пазжик нам уже столько не надо. Ладно, это мы в любом случае достроим давайте сейчас. А постройки чинятся и без как бы нашего вмешательства фабриками. Но когда всё это доделаем, я всё-таки начну чинить. И потом ещё улучшать нужно здесь инфраструктуру. Хотя, подожди, это будет очень долго. Поэтому лучше сейчас я всё это дело отрублю. Ну, это пазжик давайте достроим, тут немножко осталось. А вот ядерный реактор я всё-таки отключаю. Потому что они очень долго строятся. Раз мы будем ещё и инфраструктуру делать, то всё-таки надо убрать их. Сюда нужно, сюда, сюда везде под десяточку. Потому что он требует будет очень много. Кстати, Туркестан тоже застроим. Его тоже присоединён, получат тут очки. Хотя у меня 57 тысяч конвой. Ну, лучше всё-таки застроить, потому что мы здесь тоже будем находиться. Тут вот. А почему на Урале не могу строить? А он стал просто партнёром? Что? Он повысил уровень автономии и стал партнёром. Как это Московия, ещё комиссариат, а вот он партнёр. Как это я так допустил, чтобы он повысил себе очки? Через некоторое время обнадёживающие американские политики, представляющие свои партии, будучи демократами или республиканцами, предложили и выразили готовность сотрудничать с Рейхом. При значительном числе относительно уважаемых и известных политиков было создано следующее правительство Соединённых Штатов. Отныне это лишь вопрос времени, когда новые Соединённые Штаты Америки выйдут союзником Германии. Хорошо, хорошо. Но как бы у них условия самые лучшие. Понимаете? Они будут как бы, ну как Урал примерно, равноценным партнёром. Естественно, который немножко будет зависеть от нас. Потому что управлять такой махиной это можно, но очень долго не получится. Населению нужно прям конкретно мозги промыть. Всем это сделать не получится. Ну или, по крайней мере, это будет очень сложно. Поэтому проще всего, как нам Игра предложила, один единственный вариант. Создать правительство, которое будет само всё контролировать, но и при этом будет иметь некоторые свободы. Несколько часов назад в публичном обращении по радио президент Мюррей в своей речи объявил об освобождении Соединённых Штатов Америки. Заявление о том, что Америка благодарна Германии за освобождение от коммунистов и еврейских интриганов, которые до сих пор коррумпировали Соединённые Штаты. С особым статусом этих новых Соединённых Штатов Америки они на практике не являются поданным Германского Рейха. Но с огромной поддержкой через ресурсы, промышленность и торговлю это, безусловно, всё ещё выгодная сделка для Германии. Итак, Соединённые Штаты, они, кстати, не будут марионеткой, но они получат гарантии от нас, получат право на проход, ну и, конечно, вступят в наш альянс. Но они всё-таки не будут марионеткой. Думал, то есть какая-то минимальная зависимость, ну, допустим, как Урал, партнёр. Почему бы и нет? Партнёр, хорошо. Но вот, чтобы не были марионеткой? Да, Мюррей, ясненько. Ну, здесь флаг Украины уже не особо-то и получается. Но, тем не менее, эти мемы никогда не должны будут закончиться. А вот, смотрите, немецкие советники, излишки для выбранной страны, вау, они нам отправляют 200% своих ресурсов. То есть больше, чем нужно. И промышленность, да-да-да, смотрите, они 15% своей промышленности гражданской и военной нам отдают. То есть не марионетка, но всё равно, мы очень много у них забираем ресурсов. Фасад свободы, поддержка экстремистов, американское сопротивление, ух, ясненько. И ещё раз в осегрегации, понятно. Казалось бы, невыполнимая задача была выполнена Германским рейхом. И Канада, и Соединённые Штаты Америки подпали под власть Германии. Их соответствующие правительства обещали сражаться до самого дня освобождения. Однако из-за того, что и Канада, и Америка имеют значительное население, владеющее оружием, разбросанное по обширному пространству территорий, сопротивление в этих регионах является ожесточённым. Ожидается, что в ближайшем будущем произойдут крупномасштабные восстания, где контроль Германии может столкнуться с серьёзными проблемами. Ура, ура, ура. Да, у них же оружие, почти у каждого там гражданина есть. Поэтому, прикиньте, тут просто, если они пойдут всем своим населением сопротивляться нам, так это, конечно, уже фиг, что сделаешь. Потому что сопротивление, оно расследит точно по стране. Когда у тебя есть фронт, естественно, берёшь и двигаешь его танками. А тут это как бы так просто не решается. Было сформировано гражданское правительство Канады с тщательно подобранным кабинетом министров, лояльным Германией. Канаде было разрешено ограниченной демократией и самоопределением с единственным условием, неоспоримым партнёрством Канады с Германией. Пока формируется гражданское правительство, ожидается, что новый режим столкнётся с серьёзным сопротивлением по всему огромному пространству страны. О, Канада. Да, всё. Просто Канада дольше формировалась, чем Америка. Меня, конечно, немного не устраивает Ньюфауэлланд, Лабрадор, Новая Шотландия, Брансуик, Нью, который... Но тут французы особо-то и не живут. Тут живут англазичные граждане. Поэтому как бы это отошло Канаде. Но всё равно некрасиво, лучше в Квебеку отдали. А Туркестан, кстати, даже конвой отправлять не пришлось, Кто там у нас? Черногория. Тут её тоже, смотрите, немножечко добить. Её можно присоединить. На самом-то деле, ну... Сербия тоже, посмотрите, тут вообще немножко осталось. Ну, давайте их добьём. Тут в Америке сейчас некоторая проблемочка имеется. Смотрите. А сопротивление ведь везде сейчас. Абсолютно везде. Оно же вроде как, ну... Если мы создали здесь такое правительство, которое независимо от нас, вроде как демократы, смотрите. Всё нормально. И что прям такое жёсткое сопротивление. Мы им дали офигенные условия, но оно же должно было как-то сгладиться. Потому что сейчас такое ощущение будет, что это мы полностью оккупировали Америку. Нет никаких здесь бонусов на сглаживание сопротивления. Нет. Скорость взрослого сопротивления превышает. И шанс активности сопротивления превышает. То есть, никаких бонусов, то, что мы так поступили, не дают на сопротивление американцам. Никакой смысл так было делать? Я мог с таким же темпом взять, оккупировать её целиком самому. То же самое было бы. Это даже лучшее, я бы лучше справился с сопротивлением. Сейчас просто у них людских ресурсов стало 100 тысяч, было 200. Они вот умерут сейчас и уменьшаются. О, выросли, упали. Выросли, упали. Выросли, упали. И вот так в прогрессии оно больше падает, чем растёт. Видите? Два, было четыре. Сейчас будет опадин. И меньше, меньше, меньше. И всё, скоро у них люди закончатся и будет такая же задница здесь, как Сибирь или тоже Франция. Итак, смотрите, что я сейчас сделал. Ирландия захвачена. Захватил также я Швецию да Финляндию. Здесь у нас Афганистан и Алжир небольшой. Это быстро всё пронеслось. По сути, ничего важного. Разве что, так, Сибирь это вы видели. Я притянил ещё Украину, Кавказ. Дальше. Я же сейчас всё застраивал инфраструктуру и это продолжаю делать, хотя это уже по инерции. Тут хватает, оказывается, у нас снабжения. Посмотрите. Это при том, что я добавил ещё сюда две армии по 24 дивизии. Танковые армии. А тут запасы ещё под соточку. То есть, может даже, оказывается, инфраструктуру толком-то не прокачивать. Там немного поднять тут, где были пробелы. И всё. И оно хватало. Ну, я уже, раз уж решил, достраиваю всё до конца. Думал, может больше создать дивизии. Но мне кажется, что и такого количества хватит. У китайцев, ну, они больше дивок не делали. Скорее всего, это обычная. Да, это обычная пехота. Танков у них точно очень мало. А если есть какие-то, то мы видим, что это лёгкие танки. Так что фигня полнейшая. Мы и таким числом здесь можем пройти. Конечно, лучше побольше было поставить. Но так будет даже интереснее. И ещё эти китайцы, они, оказывается, начали застраивать нашу границу укреплениями. Посмотрите. По один. Там кое-где по два есть. Вся граница застроена. Бот допирать начинает. Вот это как бы хорошая идея. Но обычно он допирает до этого, когда уже там построена куча военных заводов, фабрик. Инфраструктура прокачана. Тогда он уже эти начинает строить. Хотя, может, там что-то по фокусу у него есть. Ладно. Здесь ещё одна небольшая армия, 10 дивизий. Даже не знаю, стоит ли здесь атаковать. Это пишет то, что противник сильнее. Ну, посмотрим. Может, ландшафт такой здесь неприятный. Авиация. Кстати, пока ещё не ставил, но авиабазы я прокачал. Сейчас перекину авиацию. Дальше. Мне две атомные бомбы. Сейчас заберём третью. Бомбанём, наверное, мы всё-таки не по Пекину, не по северным территориям, а по Нанкину. Тем более столица у него, кстати, здесь. Ну, целый Пекин трогать. Ну, и Шанхай можно. Или что-нибудь тоже крупненькое такое найти здесь. Бомбить атомка я не хочу. Особо землю, по которой мы будем в основном ходить. Особенно в начале. А дальше уже там можно трогать. Потому что пока мы сюда дойдём, уже у Китая армии не будет. Выседки делать не буду, потому что у нас смысл. Тут можем пешком пройти. Я думал, что истощение будет бешеное, а оно оказывается не. Но по сопротивлению здесь... А, ну оно уже на нули. Ну, 6-7%. Я просто здесь ставил в политике оккупационный принудительный труд. Авиацию уже почти всё перекинуло. Сейчас... Да, всё у нас. Она уже прилетела. АСБМ ключ поставил на Южный Китай. Тоже, бах, мне его атомкой. А ещё можно понизить уровень автономии субъектов наших. Это Румыния. Оп-оп. Присоединить можно Осланд. Московию. Я же их застраивал. Даже им конвой не отправлял. Они так. Хватило этого у нас. И Московию тоже. Давайте к нам. Это тоже можно понизить. Потому что она сама повышала. Вот фигня. Это так. И смотрите. По инфраструктуре, как я её застраивал. У нас в итоге вот так вот получилось. То есть, Германия застроена только восточная под десятку инфраструктуры. И то, что мы здесь захватили, мы до идеала довели. Это просто капец какой-то. Прям бред. Ну, а что поделать? Чтобы снабжение было хорошее надо. Ну, и Германия давайте для приличия тоже застроим. Потому что немцы немного офигеют. То, что мы захваченным славянам взяли и комфортный уровень жизни обеспечили. Прям не то, что комфортный. Это наивысший уровень жизни. Война вот уже началась. Кстати, Китай смог потерять уже 267 тысяч человек. Ну, и всего лишь тысячу. А он толком-то нас даже не атаковал. А, нет, он здесь атакует. Молодцы, как я. И что, сколько потерь уже сейчас? Нифига. Жесть. Как же оно быстро растет. Ну, понятное дело, сейчас время быстро тоже бежит. Но все равно, это очень большие потери. Эм, мне нечего вообще просто постоять? Давайте просто постою. Наши потери 2000. У них 2 миллиона уже накопилось. Я сейчас могу поставить авиацию не на атаку, а на защиту. И тогда потери будут еще меньше. О, мои СБНКи уже все выпустили. Черт. Так, постойте. Я же хочу атомки покидать. Все, одна накопилась. Давайте еще поставим Южный Китай. Фиганем. Сможем? Наверное, нет, все-таки. Нет, не сможем. И она закончилась уже. Нет, есть. Так, подожди-ка. 6 СБМК. Давайте ему сюда вот. Может, я ПВО тут стоит, что ли? Скорее всего, ПВО есть. Да, нифига. Двадцатка. 42 здесь ПВО. 25. Не, мы там где-то просто сюда вот не кинем. Это нужно стратегов подводить и истребителям покрывать небо. А у меня тысяча стратегов как раз вот здесь вот стоит. Давайте мы их подведем. Наверное, в Японию поставлю. И на Нанкин. Я тогда сейчас больше истребителей даже сюда прикину. А хотя, подожди, может быть, мы сможем бахнуть так? Без истребителей, да. Превосходства хватает. А они выдают нормальный превосходство. Нанкин. Тьфук. Отлично. Полностью стерли, да. Полностью. Шанхай не крупный здесь город. Может быть, ударить стоит куда-нибудь. А Гуанчжоума как Гонконг тоже не крупный город. А, Чун Цин. Сычуань, точняк. Ядерное оружие взорвалось в небе над Нанкином. Цинь-Лень, Золотой Холм, Нанкин, переживший бесчисленные зверства и разграбления, и каждый раз, когда она падала, она становилась сильнее. Но сегодня, когда ядерный гриб поднимается над столицей, он несет с собой безмолвную и продолжительную смерть. А адские ветры, пронизывающие столицу Китайской Республики, солят судьбу худшую, чем сама смерть. Город, бесчисленные исторические памятники архитектуры, некоторые части которых восходят ко временам 6-й династии, пылают и превращаются в щабень. То же самое относится к президентскому дворцу и могиле Суньян Цена. В ловушке под завалами находится, возможно, миллион человек, отчаявшихся истекающих кровью и задыхающихся. Если когда-либо восходило белое солнце Китая, то сегодня оно окутано пеплом. Понятно. А и сюда тоже можем бахнуть. Минус Чун Цин. О, тоже ивент есть. Буш-разрывочки, конечно, молодцы, вот то, что так вот атмосферно все прописали, как же красивенько. Ладно, у меня бомба еще одна есть, куда можно? Я бы в Пекин ударил. Давайте, может, там текст будет какой-нибудь на русском. Пекин, пук. Небольшой регион, не сильно сломается, ничего страшного, если по нему пройдемся. Взрыв будет? Я же выпустил бомбу, не? Ладно, давайте вот так вот, оп. Отсюда сейчас они... А, у них тут авиации коча. Они уводить, наверное. Оп, убрали. И теперь обратно сюда сбрасываем. Вот так вот. Бота взяли на ЛХ. Да, над Пекином. Ну, тоже на английском. Ладно, давайте посмотрим еще раз на потери. Три миллиона, четыреста, но они уже особо нас не атакуют, да. Они сейчас понаубивались. Мы видим то, что не хватает у них снаряги. А людских ресурсов, конечно же, много. Поэтому сейчас берем, переводим авиацию на атаку. И я прожимаю просто автоплан. Мы за всем этим наблюдаем. А вот дальше, конечно, истощение начинается. Мы здесь, вон, просто стоим. Войска не подходят, потому что, если подойдут, начнут задыхаться, да. Да, у нас на Дальнем Востоке инфраструктура лучше снабжения, чем здесь. Ну, понятное дело то, что тут мы наполомали все. Шесть из семи поломано. Два из трех. Кое-где даже вон целиком поломано. Но инфраструктура у них, как бы, сам восьми низкая. Шесть, пять, восемь, два, три. Ну, промка-то у них нехилая такая была. Это Китай, как-никак. Он в холодной войне США находился, пока мы ее не захватили вообще. По потерям сейчас у них 13 миллионов. У нас 200 тысяч. Ну, конечно, мы агрессивно атакуем. Если бы мы это делали более-менее нежно, тогда такие потери, конечно, бы не были у нас. Можно было их в раза два точно сократить. Котел, в общем. Проходим дальше мы. А, Чунцин, столица. Как я угадал. Сначала Нанкин, потом сюда вот. Но она разбомбленная. На 6,6. Так ее не могут починить. У них сейчас промка. 57 гражданских и 178 военных. А, они военные строили. Гражданских особо нет. Хотя, может, гражданские не были на севере, а на юге военные. Но это вряд ли. Они стоят вон сами тут истощаются. Причем очень сильно. Под 60% жесть. Они еще толком-то из-за этого сделать-то и не могут. Истощение дает людейшие дебафы на атаку и на защиту. То есть, мало того, что у тебя там снижается количество оснащения. Ты же сражаться нормально не можешь из-за этого. У них войска, он, смотрите, просто исчезает. Вот такие вот дела. Ну и по процентам осталось 7% набить. О, столица в Тейбэе. Вау. Надеюсь, туда выставку делать не придется. А то, я знаю, можно их оставить. На сотни лет там жить. А потом они начнут микропроцессор производить, с нами конкурировать. Не, лучше, конечно, выставку сделать. Как этого хватило, да. И ждем ивентик. О, кстати, Белгород, Коруск. Давайте сталь повысим. Ядерную войну уже пора нам остановить. Не знаю, в чем смысл был ее. Я бомбу мог сбрасывать и без этого всего. Насчет Китая. Тут нам предложат что-нибудь с ним сделать? Скорее всего, нет. А японская оккупация постоянная. Вот это вот мелькает. Проходит и все. Боганулась как-то. Верно столицу Москвы. Да, нашу столицу, спасибо. Не хочется. Не, походу, Китай не будет. Там не предполагалось то, что мы и будем его захватывать. Это просто пока Азия не прописана в этом плане. То есть даже если за Японию захватить Китай, то не будет ивента, что ли. Ладно, сейчас что я хочу сделать. Я позахватываю страны за кадром и покажу вам, как будет выглядеть мир. Ну и присоединю, конечно, вот эти вот земли тоже. Может даже и Британию, потому что это красное пятно все-таки мешает. Наверное, Британию тоже присоединим. Европа пусть будет полностью наша. Китай без всяких там марионеток. Сейчас я бы его хотел разбить, но хотя бы на одну. Придется с ним разбираться вручную. Ну, цель сопротивления 10%. У нас там очень большое подавление этих сопротивлений. Плюс закон у нас стоит офигенный. Оно требует, конечно, много людских ресурсов, много снаряги на покрытие. Гарнизонов, кстати, у нас вон полмиллиона. Но оно должно будет расти, потому что мы будем получать процент от подчинения. Так что до нуля оно точно не опустится. Скорее всего, здесь задержится и пойдет в плюс потом. Ну, в любом случае, мы там можем повышать закон о призыве. Да, расширенного это по нам не ударит никак. Ладно, я сейчас позахватываю и к вам вернусь. Дело в том, что смотрите, даже Англия, она тоже задыхается. Тоже очень высокая сила сопротивления. Я понимаю то, что их захватили, сделали марионеткой. Населению это не нравится. Но этот момент должен им нравиться больше, чем прямой контроль Германии над Британией. И то же самое с Америкой. Оно поэтому не должно быть таким жестким. Это по-любому так не предусмотрено разработчиками. Да, сопротивление должно быть, но не настолько огромное. А то смысла делать марионетки в этом моде просто нет. Только для эстетики. Итак, смотрите, что я за эти года сделал. Захватил Евразию, также Африку. Ну, кроме Мадагаскара, конечно. Осталась еще Латинская Америка. Но вот насчет нее я уже не хочу на это просто время тратить. На самом деле здесь, ну, в 83-е годы, к 90-м, это уже все должно захватиться Рейхом. Да и на самом деле это можно не захватывать. Потому что они рано или поздно и так выйдут под нас. Потому что выбора у них нет. Латинская Америка не может жить в мире, в котором все остальное занято Европейской конфедерацией. Да и, кстати, у нас приходит 100 фабрик от торговли с Латинской Америкой. Потому что больше у нас некому ресурсы покупать. Так что они наши торговые партнеры. Может их вообще не стоит захватывать. Вот видите, вот эти вот ветки, они идут сюда в основном, торговые. В любом случае, это можно назвать захватом мира. Ну, конечно, если просто представить, что это тоже добито. Ну, а насчет здесь Германии, помните, я же говорил то, что хочу из других здесь вариантов сыграть. Конечно, мы начало будем пропускать прохождение, потому что мы уже как бы его прошли. А начинать с момента гражданской войны. И вот, за кого в следующий раз сыграть? Ну, конечно, это будет не прям в следующий раз, а позже. У нас есть СС, хунта, либо же социалисты, которые здесь восстают. Насчет социалистов, их вроде можно на стрим взять. Нормально будет. А вот либо же Гиммлера, либо Манштейна. Это можно на следующее прохождение. Ну, там же еще, конечно, варианты есть, можно и их взять тоже. Ну, и, например, сыграть в обход вообще этой гражданки. В любом случае, пишите все в комментариях, я посмотрю, какие у вас там есть еще идейки по поводу вот этого мода. Ну, а насчет Советского Союза, вот этой восточной части, будем ждать обновлений пока что. По поводу нашей страны, у нас 1362 гражданские фабрики и 2100 военных заводов. Это капец, как дофига. У Америки 17 на 9. То есть мы толком-то даже ничего не получаем, у них людские ресурсы закончились. Хотя стоит ограниченный призыв, но это, конечно, мало, но не сильно мало. Фасадная демократия у них висит. А у нас, как и была в начале игры фанатичная диктатура, такая она и осталась. Из-за огромного здесь сопротивления американцы ничего не могут сделать, поэтому их присоединить я не могу. Они же ведь не наша марионетка, поэтому их надо из альянса исключить. Но мы не можем. Да. Потому что у нас правила, точно так же, как фабрикация претензий, тоже отключены исключения из альянса. В следующих кампаниях надо не забывать мне вообще правила делать нормальными. Конечно, это нарушает задумки разработчиков, но тем не менее, как бы, без этого тяжело играть. Можно еще кого-то присоединить. А, ну это Канада мучается. Кстати, этих двоих тоже можно сейчас. И Квебек, и Канаду присоединить. Че с ними париться вообще? Уже без морения так можно играть. Ну ладно, я с вами прощаюсь. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, скачайте моду на русском языке, нашу группу ВКонтакте, пишите нам вопросы на стене, или просто делитесь интересными моментами. Также ставьте колокольчик, включайте уведомления, чтобы больше не пропускать новые видео, оформляйте с помощью, чтобы получать классные бонусы, а также играйте в мультиплеерные партии, или просто общайтесь на нашей серверах в Дискорде, посылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмбро, спасибо большое за просмотр. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok